На прошлой неделе, не где-то, а в Тавде, полицейские сумели избавить местное население от одного паразита, который повадился дербанить их машины в темное время суток. На протяжении последних двух месяцев в полицию учащенно поступали заявления примерно одного типа. Мол, оставил машину на ночь во дворе, утром прихожу, а там нету, и далее варианты, магнитолы, насоса, комплекта инструментов, картины, корзины и картонки, или еще хуже, колес. Самый худший вариант был, когда водитель вазовского зубила не обнаружил на нем своей водительской дверцы. И даже, предположим, если вы прятали свою машину на ночь в гараж, тоже никакой гарантии не было. Более того, проникая в гараж, злодей мог поживиться еще больше, брал все подряд. От спрятанной от жены заначки с водкой до спрятанного от той же жены косметического подарка на 8 марта. Это получается, согласно заявлению, муж на 8 марта купил. Тавдинские органы внутренних дел организовали даже целую спецбригаду специально для отлова этого автовора. И басыщики были уверены, что во всех случаях заметна одна и та же рука. Действует одна и та же рука, опытная и умелая. Максим Петрович, эта рука действует в хлопчатобумажных перчатках фабрики номер 8. Тогда это не Федька, золотой зуб. На протяжении месяца осуществлялось ночное патрулирование. Проводились оперативно-розыскные мероприятия. В результате в ходе грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий удалось и заключить преступников. Изловленным оказался 21-летний уроженец Табаринского района, временно несудимый автослесарь, работавший в шиномонтажке, что несколько облегчало ему криминальные задачи, например, за счет возможности изготовления специального ключа для взлома. Его вместе с награбленным добром добровольно выдал сам задержанный, пояснив, что прятать добычу в своем доме, а также в гараже у родственника, ему помогала не только смекалка, но и 17-летняя сожительница. Среди прочего выдал он и ту самую дверцу, уже перекрашенную, которая стояла уже на его машине. Так а что тебя сподвигло-то? Что у вас? Средствов нету. То есть денег у вас не хватает? Сам не знаешь. Не хватает? А? Не хватало. Не хватало средств? Средствов у нас есть. У нас у нас не хватает. На сегодня ущерб, нанесенный тавдинским автолюбителям этим ранним наглецом, уже превысил 100 тысяч рублей. Но полицейские очень даже допускают, что это не предел, и кто-то еще стесняется заявить о том, что был обворован. Не по всем данным преступлениям потерпевшие обратились в полицию. В связи с этим следственный отдел обращается к гражданам, пострадавшим от действий злоумышленников, обратиться с заявлениями в полицию.